доброе утро друзья 2 января 2018 года мы с вами отправляемся на мое дежурство по америке то есть я дежурю вы со мной как бы такой патруль у нас новогодний и прежде чем так мы начнем я хочу сказать что однажды лет 5-6 назад делал я видео для youtube о том что такое тест кейс на английском языке я делал и если вы пойдете поищите вот из тест кейс ну там как раз и висит неплохо висит но знать уже серьезно подходишь то есть не то что мы не знаем что такое тест кейс но все-таки тоже такое дело я пошел значит погуглил там насобирал и знаете мнение расходились так что в принципе не удивительно но так в тонкостях не не то что принципиально но расходились и так я в общем стал нервничать потому что все таки знаете хочется как-то так уже ну дать направление а тут расходятся кончилось тем что я показал просто разные точки зрения и сказал ну вот я бы шел вот так пришло в итоге к этому но в какой-то момент я наткнулся на статью написанную очень очень известным человеком исключительно авторитетным солидным и статья это было это был pdf файл и статья была на 15 страницах я сказал себе 15 страниц это должно быть абсолютно комплексно там не должно оставаться никаких вообще щелей то есть такой кирпич и я внимательно прочитал с карандашиком то сказать все эти 15 страниц и я понял почему простые люди не любят профессоров понимать а он профессор он в университете преподает я понял почему профессоров не любят то что запутал все понимаете все запутал и но смысле не 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 то чтобы он запутал может быть у него ясное видение но он не то что ответа не дал а он поставил столько вопросов что уже уже жить не хотелось очень короче я к чему рассказываю к тому что у нас же дежурство по америке правильно и основной вопрос который сегодня обсуждается 2 января на самом деле это началось еще немножко раньше но сегодня это просто все обсуждают один вопрос один вопрос чем конкретно займется конгресс ну скажем так администрация в целом да тут белый дом тут конгресс тут все это вместе в одних руках как бы технически вот чем они займутся все вместе палата представителей сенат и президент и тут значит обсуждается масса всяких противоречий которые у них там друг с другом накопились то есть даже не только вопрос как конкретно решать ту или иную значит там разрешать ту иную ситуацию а вообще какую ситуацию обсуждать и там есть много много факторов но вот знаете как вот со всех сторон этот туда тянет этот сюда тянет то есть где равнодействующие посчитать невозможно это не физика друзья это живые люди и когда вы читаете прессу это тоже не учебник по той же физике это так люди высказываются знаете вот кому-то в кулуарах намекнули кто-то сам догадался значит кто-то ссылается на интервью тут и там и значит общий ответ на вопрос чем будут заниматься республиканцы вот весь год и ближайший месяц ответ такой непонятно непонятно ну то есть есть кандидаты на на то чтобы это сказать попасть повестку дня но непонятно непонятно потому что во первых надо разрешить те проблемы которые перевалились на 2018 год с прошлого а там ведь очень серьезные такие принципиальные проблемы в частности например с бюджетом вопросы бюджете с сентября там переносился маленькими такими траншами там денежки давали но в принципе дальше уже некуда переносить 19 января есть истекает срок когда нужно принять бюджет приять бюджет без демократов они не могут а демократы говорят давайте ка вот мы раз уже вы без нас не можете давайте ка мы все-таки решим вопрос с этим мудака то есть с малолетними иммигрантами которые пришли не как-то в соединенные штаты малолетнем возрасте их привели малолетнем возрасте вот давайте ка мы все-таки что-то сделаем потому что президент обама сделал президентский указ который защищал их от депортации их 800 тысяч человек защищал их от депортации а значит президент трамп отменил президентский указ а по настоящему это все может решиться только конгрессом и собственно отменяли когда трамп отменял это в августе он сказал что я это отдаю пусть конгресс решает там чтобы там и сердце и ум там и все такое и как бы мы все за то чтобы их значит оприходовать эти эти 800 тысяч человек как бы легализовать но дальше он сказал мы все за но вот пока вот это это не сделаете я лично вот против так получил короче демократы говорят мы не хотим обсуждать это в марте потому что где-нибудь республиканцы хотят до марта решать этот вопрос потому что только в марте истекают вот те полгода которые есть на принятие решения это в марте разберемся демократы к такомарте же у нас не будет никакого никаких рычагов в марте вы что хочешь будете делать давайте-ка вот сейчас пока значит бюджет не приняли значит вот присоединим это дело к бюджету и будем считать что вопрос решен и бюджет и значит вот это поэтому значит причем есть такой вопрос есть такой вопрос и работают люди над реформы иммиграционные которая как бы с одной стороны вот это вот так решит с другой стороны даст деньги президенту значит с его этим проектом по созданию стены с мексикой но не вне не безумные деньги но но ему надо чисто символически показать что он как бы там крутой пацан хотя в принципе конечно обещал что это мексика заплатит говорил что это будет большая стена и надежно сейчас выясняется что она будет не везде и будет не обязательно стеной и будет еще чего то вот дайте там почти 4 миллиарда вот на это вот ну короче хотят все это делать на замешать до кучи и вот мы не знаем что получится мы не знаем текста законопроекта над которым сейчас работают но он туда же хотел что для нас с вами существенно он туда же хотел включить этот я остановлюсь постараюсь да да так как-то надежнее это хурма упала я везу с дерева там сотрудник сам не ем но вот не пропадать же хурме вот это вопрос который мы должны увидеть как он решается прямо вот ближайшие дни потому что может оказаться что вот прямо иммиграционная реформа вот вот так и произойдет то есть там вопрос включен о пресечении вот то что называется chain migration по цепочке когда родственники привозят родственников значит в частности нельзя будет там брата сестру привозить по горизонтали и нельзя будет привозить родителей потому что и то и другое создает дополнительные возможности для иммиграции у родителей могут быть еще дети да и пошло и поехало в общем ничего не понятно по этому делу но бурлит вот так что да у демократов тоже знаете есть некоторая такая как сказать обеспокоенность дело в том что если они упрутся и к 19 января не будет принят бюджет и будет так называемые там такой ограниченный government shutdown то есть нет денег платить правительству на его расходы там и так далее расходы сам сам потери разные бывают там и так далее то демократы оказываются виноватыми в том что у правительства нет денег и чтобы страна не может функционировать понимаете это то есть им тоже не хочется оказаться в таком положении потому что дальше это может очень сильно работать против них в глазах избирателей сказать у них там какие-то свои политические дела вместо чтобы решать их в политическом плане они вот на бюджет на нас на всех и так далее кроме того вот этот government shutdown в принципе последний раз когда вот такое было сенатор круз республиканский вот он устроил это несколько лет назад тогда еще при обамовской администрации после этого кредитный рейтинг сша понизился это значит что сша как государство значит должны занимать деньги под более высокий процент но то есть это на самом деле довольно катастрофическое событие для всей страны а не то чтобы какой-то такой ловкий инструмент знаете в политических интригах там и так далее поэтому демократам тоже не хочется быть в этом положении то есть они с одной стороны как бы имеют принципы определенные это их детище понимаете они взять руках вырвать но с другой стороны тоже не хочет не хочется быть вот вот в таком положении так что ну мы посмотрим чего будет да вот как бы такой интересный вопрос что интересно можно было бы провести просто отдельный законопроект про эту самую даку да как вроде бы республиканцы не против то есть 70 процентов республиканцев поддерживают легализацию вот этих вот молодых людей то есть не то чтобы кто-то вот так официально с высокой трибуны бы сказал а я вот там против там нефига им тут вот пусть катятся там к себе нет такого нет казалось бы эти поддерживают всей душой те поддерживают на 70 процентов но принял законопроект и пропустили его там и забыли но мы приближаемся к выборам и вот эти вот промежутили ну промежуточные выборы которые будут в ноябре это уже остается это у нас 10 небольшим месяцев и сейчас вот весь этот год будет проходить для республиканцев и для демократов в конгрессе будет проходить под углом переизбрания вот с чем я приду на эти выборы как мне вот да это с учетом того что налоговая реформа которая они типы такая большая победа у них но 24 процента людей поддерживают 24 процента не 80 и даже не 50 а только 24 процента американцев поддерживают эту реформу потому что она рассматривается как первое передача денег от бедных богатым и второе как обман потому что обещали что будет реформа будет снижение налогов для среднего класса и ничего не получат богатые это было обещано вот именно в этой формулировке среднему классу давать богатым не давать это то как было а дальше получилось значит как всегда и это болезненная штука то есть вот эта победа она может дорого стоить вот эти зияющие вершины так и тут еще значит с чем прийти и вот они значит уже начинают в этом в этом ключе рассматривать те или иные вопросы поэтому например палата представителей республиканцы они хотят там нанести удар по велферу ну как бы они говорят в хорошем смысле чтобы люди которые могли бы работать не не сидели бы на белфере а таки работали бы а то что мы вот этих вот там и так далее подается так чем кончится мы знаем то есть если если им дать возможность это сделать это отдельный разговор почему-то никакая бюрократия не может ничего сделать в интересах страны она обязательно делает либо в интересах вот этих либо в интересах тех но обязательно против населения к сожалению что республиканцы демократы я в этом смысле их не не то что там за кого-то из них нет конечно любая бюрократия работает против населения а да а демократы как мы не заинтересованы а время такое к выборам а чего нарываться понимаете а кто хочет нарываться там и вот и вот пошло и поехало то есть даже на уровне того что в повестку дня поставить в сенате они говорят мнение мы не будем обсуждать вот это вот welfare не будем обсуждать это чересчур слишком остро в год выборов слишком остро я просто вам рассказываю какие факторы влияют на то что происходит и наверняка есть еще масса факторов о которых мы с вами не знаем и наверное никогда не узнаем но они может быть вот все и решают даже далеко не все что как бы задействовано во властных механизмах является предметом общественного рассмотрения у них еще и остался вот этот вот кость в горле раны с войны там осколки от этого обама кера дело в том что трамп так он типа хорохорится что он убил обама кер тем что вот в этом законе о налогообложении там есть такая позиция отменить индивидуал man индивидуальный мандат вот так называемый когда люди должны либо купить страховку либо заплатить штраф вот отменить это конечно финансово наносит удар по обама кера в том смысле что цены будут выше но цены будут выше нам всем то есть это не только им будут цены выше вот тем кто на обама кере цены будут выше нам всем но дело в том что там много чего еще есть там большой такой серьезный закон там 2000 страниц был закон поэтому устранение индивидуального мандата совершенно не не прекращает действия обама кера и самое главное самое главное состоит в том что убить обама кер это не цель это средство а цель все-таки иметь стране нормальную систему здравоохранения и вот этой системы республиканцы не только принять законодательно не могут у них даже идеи нет как это сделать мы мы это все наблюдали полгода назад когда они пытались заменить обама кер чем-то а а заменить нечем такая зияющая дыра такая на фоне истерики о том чтобы оба вам кер плохо так плохо ну сделай ну что то что же конечно плохо давай хорошо что-то сделай нету и вот эта кость она тоже там торчит это же они собираются к ней возвращаться и каждый раз когда они к чему-то возвращаются они тратят время соответственно не остается времени на другие очень важные вещи и вот семнадцатый год в этом смысле был таким годом показательным потому что много много чего надо было бы сделать но они не сделали потому что три раза там заходили на обама кер не получилось потом достаточно долго вот с этой реформой налоговой могли бы могли бы быстрее но они кстати при том что время немного ушло она так и вышла сырая они ее толком не публиковали когда голосовали там были рукописные куски там в тексте которые тут же на месте писались то есть все все пишут что никто еще не знает что там толком вот по написанной как это все будет применяться то есть это тоже неизвестный вопрос то есть все это делалось в попыхах лишь бы принять знаете там взять берлин там к такому-то числу эти вот они берлин взяли ну свой вот так что дальше будет видно дальше за это за все придется отвечать им и они это знают и боятся что как бы это дело пахнет керосином на промежуточных выборах и вот это то с чем страна друзья вступает в новый 2018 наступлением с наступлением которого я вас и поздравляю счастливо